Всем привет, друзья, с вами Андрей и сегодня в выпуске я вам расскажу про NASA, которая приостановила контракт с Илоном Маском. Blue Origin вскоре откроет продажу билетов на свой космический корабль. Самолет с самым длинным крылом в мире совершил свой второй полет. Полторы тысячи дронов нарисовали в ночном небе Шанхая QR-код для рекламы видеоигры. Эти и другие темы в нашем неземном выпуске прямо сейчас. Досматривайте его до конца, обязательно подписывайтесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Полетели! Наса приостановила действие контракта с компанией SpaceX. Такое решение было принято после протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics. Условия контракта были обнародованы 16 апреля текущего года и подразумевают разработку и создание посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны. Сумма контракта 2,9 миллиарда долларов. За него боролись три компании, но договор был заключен со SpaceX. Решение о выборе было обосновано меньшей суммой запрошенной компании на разработку, пояснили в НАСА. Проигравшие компании опротестовали данное решение в главном контрольном управлении США, так как по сложившейся практике обычно выбирается как минимум две компании для стимулирования конкуренции и обеспечения резерва на случай, если кто-то из них не справится с контрактом. Пока тяжбы, связанные с этой закупкой, не разрешены, действие контракта со SpaceX приостанавливается. Высадка на Луну запланирована на 2024 год. Затем к середине 30-х годов США планируют отправить астронавтов на Марс. Тем временем Blue Origin объявила, что собирается начать продажу мест на своем супербитральном космическом корабле New Shepard. Компания не просто так выбрала дату 5 мая. Это годовщина первого американского пилотируемого полета. В этот день, 60 лет назад, НАСА отправила в супербитральное 15-минутное путешествие Алана Шепарда. Собственно, в честь этого космонавта назван космический корабль компании. К сожалению, Blue Origin не сказала, сколько будет стоить место на борту. Предположительно, мы узнаем об этом 5 мая. Но порядок цен будет таковым, что обычным людям купить билет будет невозможно. Для сравнения, последняя цена за место на борту Virgin Galactic Spaceship 2, главного конкурента New Shepard на возникающем рынке супербитрального космического туризма, составляла 250 тысяч вечно зеленых. Компания Stratolounge System провела второй полет самолета с самым длинным крылом в мире. За три часа он успешно совершил ряд маневров, после чего приземлился. Размах крыла двухфюзеляжного самолета составляет 117,3 метра, что делает его самолетом с самым длинным крылом в мире. А масса составляет почти 227 тонн. Первоначально его создавали как систему воздушного старта для запуска нескольких ракет или космоплана, что позволило бы удешевить запуски. В декабре прошлого года Stratolounge проверил работу своих двигателей, а также совершил ряд пробежек по взлетной полосе. 29 апреля самолет, стартовав с аэродрома в пустыне Мохаве, во второй раз поднялся в воздух и в течение трех часов выполнял различные летные маневры, после чего успешно приземлился. Реклама выходит на новый уровень, и Китай здесь снова впереди всей планеты. На днях в ночном небе над Шанхаем организованная группа из полутора тысяч дронов выстроилась в узор для рекламы видеоигры Princess Connect. Инсталляция была затеяна в честь годовщины франшизы, а ее изюминка в том, что изображение в воздухе представляло собой действующий QR-код. Идея и реализация шоу принадлежат китайскому сервису видеостриминга Bilibili. В ходе представления дроны показывали фигуры разных персонажей из игры. А что касается кода, даже в таком нестандартном исполнении, он уверенно считывался камерами смартфонов и вел на сайт видеоигры. Грандиозная огромных размеров и видимая издалека, а также запредельно назойливая реклама считается одним из знаковых визуальных элементов мира киберпанка. В нашем мире, который по техническим возможностям уже вплотную к ней приблизился, это пока редкость. Компания Sony опубликовала видео испытаний профессионального квадрокоптера AirPig в аэродинамической трубе японского агентства аэрокосмических исследований. Как видно на записи, во время тестов дрон смог противостоять потокам воздуха, которые двигались со скоростью более 19 метров в секунду, что соответствует восьмибальному ветру по шкале Боффорда. Следующая отметка 9 баллов и более 20,8 метров в секунду. Это считается штормовым ветром, способным приводить к разрушениям. Sony представила AirPig во время выставки CES-2021. Он стал первым дроном компании. Новинка позиционируется как профессиональное решение для видеосъемки. Аппарат может нести полнокадровую беззеркальную камеру Sony Alpha. По заявлению производителя, это наименьший беспилотник, способный на такое. Ожидается, что Sony AirPig выйдет на рынок весной этого года. Цена беспилотника пока не объявлена, однако дешевой новинка точно не будет. Немного прерву ваш просмотр, друзья. Хотелось бы напомнить, чтобы вы не забывали оставлять свои комментарии внизу под видео. Обязательно ставили лайк и подписывались на канал, если до сих пор этого не сделали. Это позволит продвинуть наш полезный техноконтент на более обширную аудиторию. Спасибо за внимание. Продолжаем дальше. Робот-фермер уничтожает 100 тысяч сорняков в час лазерами. Возможно, в скором времени фермеры смогут забыть про пестициды. Стартап Carbon Robotics из Сиэтла представил новое поколение автономного культиватора. Робота размером с трактор, который использует камеры и лазеры для того, чтобы уничтожать сорняки. Вся первая партия уже распродана. Аппарат массой 4,3 тонны передвигается на четырех колесах, ориентируется с помощью GPS и камер, распознает растения благодаря суперкомпьютеру и уничтожает сорняки тепловой энергией 8 лазерных лучей мощностью 150 ватт. За час работы он справляется со 100 тысячами сорняков. Работает машина на дизельном топливе, способная работать круглые сутки, пропалывая от 6 до 8 гектар в день, не нарушая микробиологию почвы. Компания обещает значительное увеличение урожайности и качества растений при отсутствии гербицидов и вреда для почвы. Себестоимость тоже снизится, поскольку роботы позволят отказаться от ручного труда. Carbon Robotics разрабатывала и тестировала данный аппарат с 2018 года и уже распродала все модели 2021 года. Предзаказ открыт на 2022. Гидрофлайер Unifoil обзавелся ручками и стал гораздо дружелюбнее к новичкам. Южноафриканская компания Unifoil представила новый гидрофлайер, разработанный совместно с канадским изобретателем Джерри МакАртуром, который однажды решил сделать доску для серфинга на электротяге более доступной для новичков. В частности, он понял, что наиболее оптимальный вариант для начинающего – это доска с четырьмя точками опоры. Во-первых, это обеспечит надежную устойчивость, а во-вторых, позволит даже опытным гонщикам выполнять более сложные маневры. Корпус гидрофлайера изготовлен из углеродного волокна, источник питания – литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает двухчасовую поездку на одной зарядке. Максимальная скорость – 56 км в час. На зарядку аккумулятора уходит около двух часов. Скорость регулируется беспроводным контроллером, встроенным в съемный руль. Через него сигнал передается бесшумному электродвигателю внутри подводного крыла стойки. Гидрофлайер поднимается над водой уже при скорости 7,4 км в час. Цена модели кусается – 14 тысяч баксов. Ее уже можно приобрести на сайте компании. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков для него. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии внизу под выпуском. Ну и конечно рекомендуйте наш канал друзьям. Все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Ну а я буду на этом прощаться. Спасибо еще раз за просмотр. Я желаю вам отличного настроения, друзья. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Увидимся в следующем выпуске.